Всем привет! Я к вам с новостями по коронавирусу из Новой Зеландии. Что у нас на сегодня, 26 марта? На сегодня у нас новых, именно на сегодня, 73 подтвержденных теста и 5 возможных. То есть, вполне возможно, что на сегодня у нас будет 78 новых тестов подтвержденных. Всего по Новой Зеландии уже подтвержденных тестов 283. Из этих 283 человек 27 уже выздоровели. Также 7 человек находятся в госпитале, но никто из них не находится на интенсивной терапии. То есть, как бы хорошо заболевание проходит в такой более легкой форме. Вчера было взято 2417 тестов новых. То есть, мы будем ждать их теперь результаты. И вполне возможно, что количество все-таки будет нарастать положительных. Потому что будут приходить результаты те, которые отобрали раньше тесты и которые теперь. Всего по Новой Зеландии уже протестировано 12 683 человека. То есть, вот результаты мы теперь будем их ожидать. Ну, что я могу сказать. Тишина. Вокруг тишина. Нигде не слышно никаких работающих. Никто, в общем-то, не ходит. Вот вчера я еще видела, многие люди ходили. Кто-то, видно, ходил еще там в супермаркет. Кто-то еще куда-то ходил. А сейчас я так смотрю, за окном по двору особо никто не ходит. Разговоров не слышно. Машины не слышно, что подъезжали. Ну, то есть, люди все-таки соблюдают то, что от них требуется. Но не все. Например, как рассказывает министр здравоохранения в своем интервью. Вот сегодня в Оглинский аэропорт прибыло 360 человек. Из этих 360 человек, когда их там опрашивают и они заполняют там бумаги по этому поводу, то 160 человек не собирались самоизолироваться. То есть, они либо не понимали, либо не знали, либо не хотели. То есть, из 360 человек, 160 человек могли быть потенциальными распространителями болезни. Если она у них уже была, то есть, они собирались контактироваться, ходить, куда им там вздумается, встречаться с кем не вздумается, и таким образом распространять болезнь дальше по Новой Зеландии. Причем, из этих 360 человек, 8 человек уже показали явные признаки заболевания. Ну, был ли это коронавирус, или это там какой-то грипп, или простудное заболевание. То есть, тестирование покажет. Поэтому, как бы, хочу сказать, не все люди понимают, вообще, для чего это все сделано. Для чего нас всех посадили по домам, и мы сидим по домам. Мы не можем пойти там к друзьям, мы не можем пойти там к каким-то соседям пообщаться. Для того, чтобы не было личных контактов. Для этого от нас и требуют. То есть, если вы встречаетесь где-то там с кем-то на улице, сделайте так, чтобы между вами было расстояние 2 метра. То есть, ближе не подходите. И тем более, не касайтесь друг друга там. В супермаркет заходить, ограниченное количество. Там остальные ожидают на дворе. Это для чего сделать? Для того, чтобы люди в магазине не толкались, и друг с другом не контактировали, не чихали там друг на друга, ну и так далее. Ну, в общем-то, не все это понимают. Вот я, например, сегодня смотрела блогера. Ну, я такого смотрю там. Самвел Адамян. Это блогер из Днепропетровска. То есть, совсем рядом с моим городом, где я жила. Очень популярный блогер. У него 400 тысяч подписчиков. У него, стоит ему выйти в прямую трансляцию, его сразу смотрят. Там и 10 тысяч человек. У него комментарии пишут. У него просмотры большие. Большие там, не прошло и 6 часов, как он выложил свое видео, как у него уже 30 тысяч просмотров. Ну, он 6 лет. Он очень популярный блогер. Он оперный певец. Причем, он как человек самый интересный такой. Ну, смешной довольно. У него есть мать. Они живут отдельно. Он живет на одной квартире в Днепропетровске. Она живет на другой квартире. Вот я смотрю видео, как он показывает, как он ходит в супермаркет сам. Ходит ночью. В основном там одевает перчатки, одевает маску на лицо. Там капюшон какой-то. Ну, чтобы вообще в магазине никого не было. И в то же время он ходит к матери. То есть, то, чего категорически нельзя делать. Потому что они не живут в одной квартире. То есть, он может ей принести заболевание, о котором он сам еще не знает. И при этом, не то, чтобы сказать, что он ходит. Он показывал, как он ей приносит продукты. Там поставил под дверью. Ручкой помахал. И они... Контакта у них не было. Нет. Он приходит к ней и начинает снимать какое-то там постановочное видео. Они там в коридоре снимают. Типа она гадалка. При этом он ходит по квартире. Он ее касается. Он там ей помогает на себя надевать там этот реквизит, который они хотят снимать. Я смотрю на это с ужасом. Мать, которая диабет, которую он лечил от рака каких-то там два года назад. Теперь он приходит. Я думаю, он не понимает того, что он может ей принести инфекцию. Причем к ее двери он подходит в маске. То есть по улице он себя защищает. А подходя к двери, он эту маску снял и заходит к ней. Ну, я думаю, человек не понимает, что категорически этого нельзя делать. То есть даже, как бы, для чего он это, в общем-то, делает? Для контента. То есть у него упали просмотры. Мама у него такая звезда. И без мамы, как бы, просмотры падают. И поэтому ему потребовалось. Вот понимаете, человек даже рискует здоровью своей матери, рискует ее жизнью, вот для того, чтобы снять там какой-то... Я не думаю, что это он, как бы, делает специально. Это только человек не понимает того, что он это делает. Поэтому, исходя вот из такого, призываю вас, пожалуйста, берегите своих близких, берегите себя. Не ходите друг к другу. Ну, представьте себе, что кто-то из вас живет там в другой стране. Или вот как моя младшая дочь, она живет в Австралии. То есть мы не виделись уже ни один год. Ну, так складываются обстоятельства. Но это нам не мешает общаться по телефону. Тем более сейчас это так легко и просто. Поэтому еще раз призываю вас, пожалуйста, берегите друг к другу. Если требует ваше, как бы, правительство и ваше Министерство здравоохранения. Требует карантина, полного карантина. И требует того, чтобы сто раз подумали перед тем, как выйти за дверь своей квартиры. Нужно ли вам этот супермаркет, или вам не нужно. И что вам там нужно купить, или не нужно. Пожалуйста, выполняйте это. И будьте здоровы. Желаю вам здоровья, еще раз здоровья. И чтобы никто не заболел. Ни я, ни вы, ни наши родные и близкие. И всего вам доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...